Здравствуйте! В этом году фильм, который я так сильно любил, стал для меня чужим и совсем другим. Фильм детства, который рассказывал мне о фантастическом будущем, не оправдал своих ожиданий. И во всём виновата картинка за окном. Но стоит признаться, что что-то из этого фильма мы всё-таки смогли изобрести. А мы не бесполезны. Фирма Nike очень долгое время старается изобрести эти кроссовки с самозакрывающимися шнурками. Но пока ещё они придумали только дизайн. Ну или разговоры по скайпу. Такое тоже было в фильме 1985 года. Как будто режиссёр Роберт Земекис уже знал, что в будущем будет доступна такая фигня. Ну или сейчас в продажу поступили телевизоры, которые показывают несколько каналов одновременно. Google очки с голосовым управлением тоже были доступны в фильме. Голограммная реклама, чёрный президент, нескончаемое количество фиквелов фильма в фильме. Да, возможно, у нас нет летающих машин, ховербордов или микроволновок, которые из маленькой пиццы делают еду на всю семью. Но режиссёр сам многим угадал. Само собой можно объяснить отсутствие некоторых вещей, которые были в фильме. ДОК В третьей части фильма Мартин Док улетает на Дикий Запад. И это путешествие не могло остаться бесследным, потому что Марти возвращается, а Док нет. И это полностью перевернуло пространственно-временной континьюм. У меня всё! А впрочем, какая разница? Ведь это лучший фильм моего и вашего детства. И да, я хочу показать вам это. Музыка Музыка Если кто-то не знал, в честь 30-летия триумфа Марти и Дока выйдет документальный фильм, рассказывающий о наших любимых персонажах. И я думаю, что если бы я был в школе с моим папой, то бы я был виноват с ним? Это, для меня, и, аргументно, это, для меня, и, аргументно, это, для меня, и, аргументно, это, для меня, и, аргументный фильм. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...